Добрый вечер! Дайджест новостей на канале ОстВест в студии Мария Макеева. И вот каким новостям мне хотелось бы привлечь ваше внимание сегодня. Полиция, чемпионат мира по футболу и рассинхрон сознания. По улицам российских городов ходит толпа пьяных счастливых людей, а задерживать никого нельзя. По данным рейтера, МВД России также потребовало от полицейских прекратить на время чемпионата публикацию негативных сообщений в СМИ. В колонию в Лабытнанге, согласно договоренностям президентов Путина и Порошенко, приехал украинский, уполномоченный по правам человека. Но к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову его не пустили. Новые обыски в Кельне, где два дня назад в квартире выходца из Туниса нашли токсичное и смертельное ядовитое вещество рецен. Стивена Хокинга похоронили в Вестминстерском аббатстве между Ньютоном и Дарвином. Кому чемпионат мира по футболу, а кому разрыв шаблонов и посттравма. Российские пользователи соцсети веселятся по поводу того, что известные своей репутацией московские ОМОН и полиция временно вынуждены были бросить привычку чуть что тащить народ в автозаке. Как отмечает, ну в частности, журналист Илья Барабанов, на их полицейских глазах по Москве сейчас ходят толпы никем не контролируемого народа. Все в открытую выпивают и выселятся, но никого не задерживают. Неизвестно, существует ли реально у российской полиции такая установка. Зато сегодня агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Российском министерстве внутренних дел сообщает о другой установке. Якобы МВД потребовало от полицейских прекратить публикацию в СМИ негативных сообщений на период Чемпионата мира по футболу. Вместо плохих новостей надо обеспечить, что правильно хорошее, об успехах в раскрытии преступлений. В МВД агентству Reuters приказ комментировать не стали. Однако подлинность этого документа подтвердили издания высокопоставленные полицейские в одном из регионов, а также представитель межрегионального профсоюза полиции Владимир Воронцов. Нарушаться эти правила, надо полагать, могут теперь только по оплошности, ну или по недоразумению. Еще одна популярная сегодня в соцсетях тема, околофутбольная. Накануне бойцы московского спецназа не узнали Диего Марадону и не пустили его на парковку в Лужниках. Кстати, не все узнали его и в толпе фанатов тоже. На этом любительском видео можно наблюдать растерянного Марадону и слышать возгласы. Это же Рональдиния, то есть Рональда, то есть Марадона. Да, это Рональдиния, Рональда и Марадон. О, верофф, керсен, I think, да? Пусть он заедет на вторую парковку. Пусть он заедет на вторую парковку. Действительно, легендарный аргентинский футболист пытался пробиться к своей машине вообще-то после того, как уже побывал на матче России-Саудовская Аравия в Лужниках. Видал он, впрочем, и похуже, как, например, встречу Брестского Динамо с Могилевским Днепром. Эту игру он смотрел по долгу службы, совсем недавней, поскольку весной стал председателем правления Брестского клуба. Днепру его команда проиграла, и Марадона тут же тогда написал у себя в Инстаграме, о чем он думал, наблюдая за этой игрой, за игрой динамовцев. Написал он следующее. Смотрю, пишет Марадона на игру, и думаю об усилении. Еще один, кому-то может показаться неожиданный карьерный поворот, прославленный немецкий теннисист Борис Бекер запросил дипломатический иммунитет на основании того, что он теперь является спортивным и культурным атташе Центральной Африканской Республики в Европейском Союзе. А мог бы ведь стать российским депутатом, например. Дипломатический статус Бекеру нужен для того, чтобы избежать процедуры банкротства в Великобритании. Его адвокаты уже направили соответствующее обращение в Британский суд. Статус в Центральной Африканской Республике Бекер получил совсем недавно, в апреле этого года, и написал по всему поводу тогда твит, поблагодарил за честь, которую он был удостоен. Позиция атташе по спорту и культуре подпадает под Женевскую конвенцию 1961 года, что означает для Бекера, что его не могут привлечь к британскому суду без согласия двух сторон. Министра иностранных дел Великобритании и его тезки Бориса Джонсона, а также власти Центральной Африканской Республики. Официально это одна из самых бедных стран мира. Немецкий гражданин и в прошлом первая ракетка мира, 50-летний Борис Бекер, был объявлен банкротом британским судом в прошлом году, в 2017, в связи с его долгом частному лондонскому банку. Сам теннисист называет решение суда необоснованным и несправедливым. В распространенном сегодня заявлении теннисиста говорится, что дипломатический иммунитет он потребовал, чтобы, это цитата, положить конец этому фарсу и начать перестраивать свою жизнь. Немецкая полиция провела утром в пятницу рейды в Кельне, где два дня назад при обыске дома выходца из Туниса нашли токсичное вещество рецин, третье в списке самых опасных веществ такого рода. После покушения на Скрипалей в Великобритании такие эпизоды видятся еще более опасными. И вот что дальше делала полиция. Давайте посмотрим. Сообщается, что обыски прошли в восьми домах или квартирах, к которым можно было в тот момент получить доступ. Такая важная деталь. Также следственные действия проводились в общественных местах, в непосредственной близости к этим домам. И опять же сразу вспоминается дело Скрипалей и о том, как полиция в том случае подозревала, что токсичным веществом новичок может быть отравлен весь небольшой, в том случае, английский город. Концентрация и количество найденного в начале недели рецина изучается сейчас в лаборатории. В четверг в отношении гражданина Туниса, дома которого все это нашли, был выдан ордер на арест. Его подозревают в подготовке осуществления теракта. И в прокуратуре поясняют, что 29-летний мужчина обвиняется в попытке изготовить биологическое оружие. Рецина это чрезвычайно опасное вещество. Оно поражает органы пищеварения, почки, печень. Это растительного происхождения вещество. Производится из клещевины. На латыни клещевина как раз и называется рецинус коммунис. И растет она в странах с умеренным климатом, то есть в большом количестве разных стран, в том числе и в России. Британского физика Стивена Хокинга похоронили сегодня с почестями в Вестминстерском области. Хоронят там в наши дни невероятно редко, только за особые заслуги. Хокинг к тому же упокоился еще и между Ньютоном, автором всемирного закона тяготения, и Дарвином, автором теории эволюции. Самый узнаваемый на этой планете ученый скончался в марте в возрасте 76 лет. Стивен Хокинг посвятил жизнь изучению тайм-селенных, черных дыр и природы времени. Устрадавшего редкими болезнями Хокинга, они на десятилетие обездвижили его, в итоге даже лишили голоса, у него было очень много фанатов-поклонников. И к церемонии в Вестминстерском области допустили помимо друзей и членов семьи представителей ста стран. Приглашения разыгрывались на специально созданном для этого сайте, и гостями церемонии предлагалось стать в том числе путешественником во времени. Дело в том, что зарегистрироваться на розыгрыше пригласительных билетов могли, как отмечалось на самом сайте, люди, родившиеся до 31 декабря 2038 года. Это такая дополнительная дань уважения Стивену Хокингу, поскольку при жизни он как-то устроил вечеринку для путешественников во времени, и на нее, увы, никто не пришел вообще. На сегодняшнюю прощальную церемонию пригласили в том числе и британского актера Бенедикта Кэмбер Берча, который сыграл самого Стивена Хокинга в фильме BBC в 2004 году. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно голос Стивена Хокинга со спутниковой антенны Европейского космического агентства в испанской деревне под Мадридом запустят в космос в сторону ближайшей к планете Земля черной дыры. Как объясняет дочь физика, таким образом соединятся его исследования Вселенной и его желание отправиться в космос, никогда так и не осуществившиеся. Субтитры создавал DimaTorzok I have long wanted to go into space, on a zero-gravity flight as a first step towards space travel. As you can imagine, I am very excited. I have been wheelchair-bound for almost four decades, and the chance to float free in Zero-G will be wonderful. See you in Zero-G. Субтитры создавал DimaTorzok Серховной Рады Украины по правам человека не удалось. Людмила Денисова приехала в Лабытнанге, то есть Тюменскую область, но к Сенцову ее не пустили. С начальником колонии и с начальником управления, выконания покараний, я мало не низкого область. Субтитры создавал DimaTorzok Маскалькова, это российские уполномоченные возможности осуществить визиты ко всем гражданам России, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины, чтобы нам взамен предоставили возможность посетить всех граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, аннексированного Крыма. Но теперь уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова обвиняет свою украинскую коллегу в том, что та нарушила российское законодательство из-за намерений и попытки в рамках этих договоренностей встретиться с осужденным украинским режиссером. Маскалькова исходит из того, что Сенцов российский гражданин. Его судили как россиянина, однако сам он наличие у себя российского гражданства не признает. Во всяком случае он о нем не просил российское гражданство, откуда-то вдруг взялось у Сенцова уже посреди судебного процесса. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть приближающая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют в Донбассе. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов, мы победили. Второе самое произойдет у вас, рано или поздно, какой формы, я не знаю, как бы, то есть я не хочу, куда-то страдал. Просто я хочу, чтобы у вас больше, вами неправильные преступники. Олег Ильич, ну, с нервом как процессом, мы же обсуждаем узкие вопросы. По закону вы не можете говорить обо всем. Я заканчиваю, ваше честь. Да я вас не перебиваю, просто. Я понял, что вы меня не перебиваете, да. Так что единственное, что я могу пожелать, этой третьей информированной части населения России, это научиться не бояться. Олег Сенцов был арестован весной 2014 года. Больше года спустя его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Ни пострадавших, ни материального даже ущерба не было. Приговор был вынесен на основании сомнительных показаний двух свидетелей. С самого начала процесса освободить Сенцова требовали не только украинские и отдельные российские деятели культуры, но и их коллеги по всему миру без привлечения. Сегодня с таким же призывом к российским властям освободить Сенцова обратился Стивен Кинг. Он пишет, сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Время уходит, и он может умереть за свои взгляды. Олег Сенцов, объявляя голодовку, потребовал освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Самого себя он в этот список не включил. В пятницу в Берлине вручили премию имени Карла Фрике. Это немецкий публицист, подвергшийся во времена ГДР репрессии. Награду его имени ежегодно присуждают тем, кто так же, как и он, когда-то самоотверженно борется с авторитарными режимами. В этом году на сцене рядом с бывшим президентом Германии Юахим Гауком, он среди прочих вручал эту премию, стоял российский журналист Сергей Пархоменко. Он и его команда получили награду за свой проект «Последний адрес», возможно, вы о нем уже слышали. По аналогии с европейскими камнями преткновения, металлические таблички, которые вешают на домах в России, рассказывают о репрессированных, проживавших когда-то вот по этому конкретному адресу. Говорить о репрессиях сталинских нельзя вне контекста сегодняшних политических репрессий, считает Сергей Пархоменко. И Россия сегодня – это страна продолжающихся политических репрессий, несомненно. И у нас на памяти и Мясенцова, история которой происходит сейчас, в эти дни, на наших глазах. И вчера суд отменил оправдательный приговор в отношении Юрия Дмитриева. Это прямо вот новость дня. Так что, конечно, конечно, мы будем разговаривать об этом. И, конечно, я воспринимаю эту премию, которая вручена не мне, а всему движению «Последний адрес», в значительной мере, конечно, в сегодняшнем контексте. И люди, которые вручали эту премию, они и это тоже имели в виду. Тема Сенцова продолжит Николай Клеменюк в программе «Последний адрес» в Берлине через несколько минут в программе «Восток-Запад». Сегодня, мне кажется, она будет особенной, просто потрясающе интересной. Меня зовут Мария Макиева. Я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин